Эрдоган. На днях он завершил визит в Азербайджан, выступил там в парламенте и говорил он о братстве между Азербайджаном и Турцией и обратился к Армении. Призвал задуматься над тем, какие потрясающие экономические перспективы открываются перед Ереваном, если он прислушается к требованиям Баку, в частности по проекту создания коридора. И напротив, в случае обострения Еревану придется столкнуться с совместным силовым ответом со стороны Баку и Анкары. Вообще сюжет Турции, на ваш взгляд, он как выглядит? Вот знаете, у меня двойственное отношение к Турции. С одной стороны, ясно, что Турция это член НАТО, что бы они ни говорили, как бы мы с ними ни дружили, они члены НАТО. И они будут руководствоваться интересами НАТО в своих, прежде всего, принимаемых решениях. Иногда, ситуативно, тактически, мы используем наши двухсторонние связи с ними. И как бы они то потеплеют, то похолодают опять, да. Что мы видим там по Крему, например, или по визиту там Зеленского. Но, при этом, есть вторая сторона взаимоотношений с Турцией. Мы никогда не испытывали таких отношений с ними, как сейчас. Почему нам их рушить? Я вот тем же армянам сказал, это не вы наши союзники. Это мы ваши союзники. Мы вас спасали и во время турецкой близни, да. И мы его спасаем и сейчас, по сути говоря, да. Потому что где вы были бы, если бы вы между Азербайджаном и турком? Ну, надо быть честными. Но не вы наши союзники. Вы не пойдете воевать за Крым, который вы не признали. Вы даже его не признали. Свой так Карабах не признали. Вы и на... Вы что, пойдете, наверное, завтра войной пойдут? Вот как говорят американцы, там, в своей концепции. А вы что будете делать? Вы же не признали Крым. Какие вы союзники? Так что вы не кукарекайте, когда говорите, что вот вперед, вперед защита. Вы думаете, что нам больше делать нечего? Бросить все наши интересы и побежать сейчас за вас воевать. В то время как вы не являетесь нашими союзниками, объективно. Вы не собираетесь... Да, у нас есть база. Да, у нас есть интересы перед тем, чтобы нам Турция не дать там ходу. Но в этом смысле это двухстороннее заинтересование. Это вы заинтересованы в большей степени, чем мы. Мы могли бы, ну, грубо говоря, по Дагестану там отгородиться от всех и все. Но меня сразу окрысивались в Армении. Как так? Вы почему не за нас? Я говорю, я за вас. Только я считаю, что ни в какой минской группе вы это не решите, вопрос контактный. Вы решите это только в региональном... И американцы не заинтересованы, и французы не заинтересованы, потому что им нужно нам навредить. Зачем мы на Южном Кавказе успокаивали? Что они вас любят, что именно... Вы для них, армяне, прямо представляете какую-то любовь. Чего вы так себя переоцениваете? Вот правильно в этом смысле Эрдоган сказал. Им выгодно сейчас открыть границу. Надо открывать границу. Надо воспользоваться тем, что предлагает Эрдоган. Хорошо, коридор. Коридор этот предусмотрен трехсторонним соглашением. Он предусмотрен. Туда на вот этот... Значит, на Анклав и дальше что-то. И на Иран предусмотрен. Но при этом откройте турки границу тогда, должны сказать Армении. Откройте. Мы начнем торговать. Мы начнем... Откройте, азербайджанцы, границу. Дайте нам пройти туда железной дорогой до России. Вот что должно быть для армян сейчас важно. Ради чего? Вот они сидели в окружении, да? И на Горный Карабах не их, они его не признавали. И из-за него все равно все напряжение 30 лет существовало, да? И Армения не могла взять 100 долларов зарплата была у человека. Сейчас 140. Поэтому все вывозили своих детишек оттуда. Особенно мальчишек. Потому что они хотели, чтобы они шли воевать. Армяне. Либо в Россию, либо в Францию, либо в Америку. И при этом, ну, часть радикалов, которые всегда есть, которые говорили, нет, будем до последнего воевать. А теперь случилось это. С помощью войны, к сожалению, да? Ну, так дальше откройте страну и задышите. Сделайте, чтобы вам было хорошо. Ну, что, ну, коридор, дайте коридор. Вы же дали же коридор в Армению с на Горном Карабаха. Согласовали коридор? Согласовали. Работает? Работает. Русские стоят? Стоят. Ну, здесь поставьте русских для безопасности. Ну, откройте. Ну, при этом скажите армянам, туркам, откройте коридор. И тогда экономика начнет по-другому работать. У них и все. И постепенно, постепенно, вот как я говорю, я говорю вам, мы же с немцами, ну, нашли жопы. Французы с немцами. Постепенно, это не сразу. Я же не идеалист. Ну, найдете вы развязку. Смотрите, вы говорите, что это будет проверка АДКБ, но мы знаем, что дважды отказывали в помощи, когда обращалась Армения, перед этим Киргизия. АДКБ не может решать проблемы Армении или Киргизии в связи с возникшими пограничными делами, связанными в том числе с территориями, которые ими самими же, допустим, не признаны. Например, это по Нагорному Караду. Армении, недавно армянская делегация была у нас. Я им, когда вот говоришь им напрямую, вот мы так сидим за столом, я говорю, ну, смотрите, вот прессы нет, давайте я вам скажу. Вот вы говорите, а там как раз границу они не могли поделить, там на 2 километра зашли азербайджанцы, они говорят, вот, АДКБ, помогите. Значит, я говорю, скажите, вы вообще представляете, насколько сложна делимитация, сложна делимитация? А вы до сих пор не имеете дипотношений даже. Делимитация – это 40 лет, например, наших переговоров России, еще до этого СССР с Норвегией. От Северного полюса до Мурманска. За каждый квадрат мы боролись, да? Или с Китаем, вспомните, говорили, Даманский, еще в советские времена, потом в российские. Мы тоже торговались, где оставить Большой Уссурийский, Малый Уссурийский остров, куда идти и так далее. Это предмет переговоров, а не войны за эти два километра или там еще чего-то. А вы не хотите даже разговаривать. Вот вы говорите, давайте ОДКБ привлечем сразу. Ну зачем? Ну какой смысл? Вы только хотите разрушить ваши... И так чуть-чуть начавшееся отношение, вот вы трехсторонний договор. Ну в составе этого трехстороннего договора разговариваете. Где эти административные границы? Где эти карты? Как они проходили в СССР? Очень сложный вопрос. Везде, где проведение границы, вот в России, что линия Шевармадзе-Бейкера с той стороны Беринга, что здесь про Баренцеву бой, что там с Китаем. Везде это очень сложно, что сейчас с Японии до сих пор мы там пойдем по островам. А вы хотите решить с помощью военной силы, еще за счет России, чтобы Россия пошла воевать? Ну это глупость полная. Поэтому ОДКБ не для этого создавался. Поэтому Армяне в этом смысле, они так хитрят, но это хитрость такая, на поверхности. Вот сейчас мы только на ОДКБ проводили, когда они опять свой вопрос по военнопленным, который тоже вопрос переговоров, они дают торпедировать заявление, которое мы принимали по Афганистану, по которому консенсус у всех. А они говорят, нет, вот и наше заявление примите, и это примем. Вот эта вот торговля вокруг военного союза, по сути, с своими интересами, мне не очень нравится. Афганистан.